Череповец не видел нашей классической экспозиции русское искусство 18-го начала 20-го века больше полутора лет. Мы радовали Волокжан на протяжении длительного времени, теперь наконец-то дождались возможности экспонировать их у нас. И не просто экспонировать, экспонируются они после ремонта совершенно в новых условиях. У нас удивительно тонкий и теплый цвет стен, на котором наши работы засияли необыкновенно, тем более освещенные вот таким замечательным светом. Я думаю, что даже вот мы просто не знаем, какую картину рассматривать подробнее, какую раньше, которую чуть-чуть попозже, потому что каждая смотрится совершенно по-другому. Такие нюансы, такие градации цвета, такие детали, такая глубина фона для нас была недоступна практически никогда. Поэтому мы готовы поделиться своей радостью со всеми череповчанами и гостями города, потому что даже если они помнят наши классические картины, нашу удивительную бронзу, наш прекрасный фарфор с детства, то увидят они их совершенно в новом свете. Это буквально, потому что наш свет дает возможность необыкновенного, звучного, мягкого, теплого, проникновенного взгляда на картину. Встречают нас светское искусство XVIII века, те работы, которые мы характеризуем как парсоны, это наши цари-государи Алексей Михайлович, замечательный Петр I, я думаю, что незабываемые портреты Екатерины, работы Иоганна Баптиста Лампи, одна из наших жемчужин. XVIII век продолжается работой школы Боровиковского и самим Боровиковским. Следующий зал для нас тоже выделяется и временем, это вторая половина XIX века, середина XIX века, и мы даже на небольшом пространстве сумели выделить и наш любимый русский импрессионизм в коллекции нашего музея, причем так как у нас размер стен совсем другой, поэтому компоновка идет у нас тоже другая, поэтому какие-то для нас находки для самих очень важны, я думаю, для посетителей тоже будут очень дороги. На гладильщице Маковского по-иному засеял жемчужные колориты, очень теплый мягкий свет, вот голубой ее юбки, ему вторят практически тот же оттенок на работе Браза, вот эту работу мы в освещенном виде вообще никогда не показывали. И последний зал, самый большой, это как бы наш парафраз нашей знаменитой голубой гостиной, там для нас Академия художеств. И опять работы в другой компоновке, с другими блоками, на сей раз нам удалось компоновать работу учеников Карла Брилова, у нас целый кусок школы Брилова, у нас целый кусок работы школы Ильи и Черепина, то есть те, кто приходил и все эти работы, конечно, может быть неоднократно видел, но в таком вот, и в новой компоновке, и в новом контексте они тоже звучат, конечно, по-другому. Мы готовились, конечно, всем сердцем, всей душой, и для нас, конечно, большая радость открыться в преддверии Нового года, в ожидании праздника, в ожидании каникул, когда, наверное, многие захотят порадоваться вот такому, ну, потрясающему, я думаю, что зрительному, эмоциональному впечатлению, я думаю, что ряды наших посетителей очень-очень умножатся.